всем доброго времени суток с вами владимир приветствуем вас в е-мастерской сегодня у нас на обзоре клетка с яйцезборником для курения сушек конструкция клетки в принципе абсолютно такая же как и для перепелов к примеру то есть имеется просто обычная клетка но только имеется имеется яйцезборник и уклон пола порядка 6-8 градусов также вот этот уклон пола и наличие яйцезборника абсолютно не играют роль то есть можно да так же держать и обычную мясную породу то есть эти 6-8 градусов они практически не птица дискомфорта не не доставит сделана клетка из бруса 30 на 40 миллиметров на полу застелена сетка ячейка 20 на 20 миллиметров сечением проволоки 1 и 8 миллиметра можно толще если вот есть у кого-то в наличии там может 2 и 2 или там еще что-то толще пожалуйста это будет только лучше ниже желательно не тоньше так на лицевой стороне на боковых стенках у нас сетка ячейка 50 на 50 миллиметров сечение проволоки тут уже особо не важно потому что такой сильно конструкционной она нагрузки она не несет у нас по моему 18 тоже толщина проволоки на задней стенке и на крыше у нас фанера забита под каждым ярусом имеется поддон под первым ярусом под верхнем у нас цельный поддон из оцинковки размеры клетки 150 сантиметров 150 сантиметров длина высота у меня 130 сантиметров и глубина самого отсека для птицы 60 63 сантиметра глубина именно яйца сборника 20 сантиметров имеется кормушка желобного типа можно вешать бункерную сюда желобную ну тут уже тут в принципе уже каждый исходит из своих возможностей и так сказать если птица у вас находится рядом то нет смысла переплачивать за бункерную кормушку согласен с ней удобно туда можно засыпать грубо говоря ведро корма и не подходить к птице там день или два то есть этого корма будет достаточно такой кормушки нужно просто утром и вечером два раза в день скажем так просто контролировать корм и будет достаточно так сейчас на паузу и подойдем поближе еще минуточку забыл показать в общем то как устроена клетка поддерживающий уголочек клетка работает ну и теперь собственно как работает яйца сборник сюда мы желательно обязательно ложим либо сено там салона можно можно войлок подбить сюда но в общем то нам нужен какой-то какой-то своего рода буфер чтобы яйцо наше не разбилось потому что за счет длины траектория тут практически 70 сантиметров яйцо набирает достаточную скорость для того чтобы разбиться ну имитируем вот как как это работает и все яйцо можно убирать так по поводу глубины яйцесборника желательно делать его ну ну хотя бы там 20 сантиметров например потому что потому что если он будет короткий птица курица то есть запросто может запросто не запросто но может его попытаться достать ну и соответственно раскрыть в целом вот в общем то и вся информация в принципе если может быть что упустил или вдруг кому-то еще там что-то интересное какие-то нюансы пожалуйста спрашивайте постараюсь ответить на них всем спасибо за внимание до новых встреч